Девушки отдыхают Но есть подвох. Девушки делают ставки вслепую, не видя парней и зная о них лишь то, что они указали о себе в анкете. Ну что, девочки, по 500? Да мы со дна не нужно брать. Давайте возьмем за 300. После ставок девушек у парня будет 30 секунд, чтобы произвести впечатление. Я больше люблю коньяк, еще больше люблю арманьяк. Мы завезли новую партию в музлах. А, то есть ты готов сделать предложение? В смысле? От него зависит, будут ли за него бороться. Я ва-банк иду, ва-банк, возьми меня. Девочки, давайте заткнули все, все-таки я его выбрал. Ты видела, как он на меня смотрел? Или сольют. Нет. Уходи, уходи, уходи. Ой, не, не, пас. Пас. Если парень не понравится, девушки могут отказаться от него. Не удивил. Я пас, я английском не сильно. Забирай. Но их первоначальная ставка все равно сгорает. Все сердечки также сгорят, если девушка пошла ва-банк. Я же сказала о банке, он меня все равно не выбрал. Пока. Если несколько девушек пошли ва-банк, то тогда уже парень будет решать, с кем он отправится на свидание. Давай уже, выбирай. А двоих можно выбрать? Прямо сейчас пять девушек вступают в борьбу. Ну что, сыграем, девочки? Звучит музыка. Но ищет на шоу не любого, а щедрого и красивого. Полина. 20 лет. Жизнерадостна, красива, сексуальна. И это все про нее. Уверена, что тысячи сердец ей хватит, чтобы заполучить самого лучшего парня. Дарья. 17 лет. Повелительница танца. Закружит любого. Парни, держитесь. Девиз Дарьи. Только вперед и никаких остановок по требованию. Алина. 21 год. Умна и знает себе цену. С закрытыми глазами пойдет за кореглазым брюнетом, который сможет обеспечить себя и ее. Девочки, всем привет. Хочу предупредить сразу. Я привыкла побеждать и брать только самое лучшее. Поэтому предупреждаю. Сидите тихо и не мешайте мне. Ах, ах, ах. Крутая нашлась. Думаешь, тут одна такая? Да, именно так. Я всегда добиваюсь своих целей. Запомни. Ну, посмотрим, кто заберет лучшего. То, что ты в центре, это еще ничего не значит. Ой, девочки. Вы все увидите скоро. Ну, ладно, давайте тогда выбирайте. Может, начнем за 300? Ну, в принципе, можно. Ни рыба, ни мясо. Посмотрим. Я думаю, да. Да, пускай будет середина. Все согласны. Давайте за 300 посмотрим. Артем, 24 года. Обаятельный стесняшка. Не любит рано вставать. Зато любит читать. Считает, что долго и счастливо это месяца два. Он сказал, что любит читать, надеюсь, деньги. Деньги я тоже люблю, поэтому я в игре. А мне показалось, любит читать. Я все-таки за образованных. Так что тоже, да. Я бы сыграла, я хотела бы с ним провести хорошее время. Я бы. Не люблю несерьезных мужчин. Два месяца как-то мало. Я пас. А мне он показался очень интересным молодым человеком. И я нашла сходство. Так что я тоже играю. Я оценил себя в 300 баллов. Не могу дать себе больше, потому что чувствую перед девушками себя скованным, стеснительным. Но есть к чему расти. Привет, девчонки. Меня зовут Артем. Я ищу свою принцессу. И своей избраннице я подарю эту корону. Привет. А ты что, принц? Конечно. На коне приехал. На белом? Нет, к сожалению, коричневый. Я пас. Мустанг. Здравствуйте. Я тоже пас. Расскажи, сколько ты зарабатываешь? Давай сразу, ближе к делу. Я работаю с ушефом в ресторане, в большом отеле. Получаю от 60 до 70 тысяч рублей. А мускулы можешь показать? Я люблю сильных мужчин. Ну, я не спортивный. Так, что интересного? Вот вроде симпатичный парень. Ну, может, анекдот расскажешь или станцуешь. Я могу спеть песенку. О, давай. Песни у людей разные, А моя одна навека. Звездочка моя яркая, Как ты от меня далеко. Поздно мы с тобой поняли, Что вдвоем, вдвойне... Я повышаю. Даже проплывать по небу, А не то, что жить на земле. Он такой прям милый, классный. Ну, принц без машины. Ну, прям не то. Не мое это. Я пас. Расскажи про свою принцессу. Какой она должна быть? Я ищу стройную девушку. Не люблю большой размер груди. Люблю очень умных девушек. Я так понимаю, ты про меня говоришь. Если честно, то да. Ты неплохой молодой человек, Но мне очень не понравилось то, Что ты не спортивный. Я могу исправиться в будущем. Я думаю, я из тебя сделаю спортсмена. Какая же ты красивая. О, милашечка. Молодцы, молодцы, ребят. Удачи. А я принцесса. Мне кажется, Дарья отдалась свои сердца мне, Потому что я ей приглянулся внешне. Ей нравится, чем я занимаюсь. Нравится, как поют. Я решила отдать Артему свои сердца, Потому что он вкусно готовит. Я думаю, что это так. Потому что он повар. Он искал принцессу, он нашел ее. Мне кажется, что мы с Дашей Подходим друг к другу, Очень хорошо сойдемся характерами. И будьте сладкими. Мне кажется, нельзя заглядывать вперед. То, что будет, то будет. В борьбу за парней вступает Еще одна красотка. Валерия, 29 лет. На Микине, как говорится, Ее не проведешь. Верит поступкам, а не обещаниям. Ее избранник должен быть способен Ради нее совершить подвиг. Ну, привет. Ну что, девчонки, привет. Я вижу, конкурента к мне нет. Поэтому предлагаю смотреть Сразу за 500, потому что я привыкла Выбирать самое лучшее, самое дорогое. Еще одна. Это говорит девушка, которая надела на себя занавеску? Серьезно? А если ты не в курсе модных тенденций, Тогда ты можешь помолчать. Я рыночные тенденции не знаю. Но ничего, никогда не поздно Начать самообразование. Поэтому я тебе советую это заняться. Я откажусь, пожалуй. Лучше мы посмотрим парней. Так я все же предлагаю за 500. Давайте за 100, потом уже... Потом повысим. Да. Но я бы все-таки предпочла за 500. Слушай, нас больше. Мы решили за 500. Я пришла новенькая, значит, у меня есть право выбора. После будешь нас выбирать, да. Да, действительно. Нет. Мы уже заговорились, и у нас есть единое мнение. А тебя тут вообще даже не спрашивали. Давай в следующий раз ты выберешь за 500, но ты совсем не прям не тянешь за 500. Давай за 100 посмотрим, ладно? А ты как раз тянешь за 100, поэтому, пожалуй, посмотрим за 100. Андрей. 31 год. Консультант в салоне связи. Играет на гитаре. Любит загадывать загадки. Ищет умную и находчивую девушку. Ой, слушайте, 31 это вообще не мое, так что забирайте, я пас. Несмотря даже на возраст, все-таки играть на гитаре это круто. А я играю, потому что по описанию я именно та девушка, которая ему нужна. Так, ну пока вы будете играть в игрушечки с мальчишками, я выбираю себе мужчину, поэтому я в игре. Очень даже интересный мужчина, любит умных девушек. Думаю, что я ему подойду. Я в игре. Не сомневаюсь. Я на все 100. Мне очень нравится, что ты играешь на инструменте. Я сама пою, поэтому я повышаю. Думаю, у нас получится дуэт с тобой. Андрей, а где ты работаешь? Я работаю в салоне связи. В 31? В 31, да. Тебе не кажется, что как-то надо уже менять что-то? Я собираюсь расти и дальше. Только собираешься? Да. Главное в человеке его душевное устремление, а не деньги. Ой, не знаю, девочки. Душу-то выбирайте, но парень без инструмента это не мое. Я пас. Девочки, сливайтесь. Это все-таки мой парень. Да забирай, забирай. Забирай с удовольствием. Я пас, потому что мне интересно. Я пас, потому что к 31 году можно было бы добиться и большего. Какие вы все меркантильные. Забирай, забирай. Ну давай посмотрим, как шалаши вам будет весело жить. И питаться духовно. Зато на телефоне всегда будут деньги, девочки. Да уж, это же точно. Пока-пока. Пока. Вау, поцелуйчики пошли уже. Ей тоже нравится очень музыка. Она, когда услышал, что я играю на гитаре, она сразу выбрала меня. Я очень люблю творческих людей. Гитаристы меня очень привлекают тем, что они могут сыграть любую песню в разном жанре и прочувствовать ее по-своему. Я думаю, что у нас все с Юлей сложится, так как она мне очень нравится. Мне кажется, что у нас ничего не получится с Андреем, не получится дальнейшее общение, потому что он мне больше понравился как человек, а не как парень. А в студии появляется следующая участница. Кристина, 22 года. Девушка с характером. Своего не уступит и никому не отдаст. Берегитесь соперницы. Привет. Ну, привет. Привет. Я что, не пойму, я от жизни отстала. Это рыночная мода, типа, тенденция. Вы все так одеваетесь? Что происходит? Девочки, хочу вам сказать одно. Пришла королева, поэтому спрячьтесь в норке и помолчите. Ой, твой принц уже убежал. Я тебя расстрою. Простите, королева чего? Королева неудачниц, я поверю. Ну, посмотрим, посмотрим. Я предлагаю все-таки, давайте посмотрим за 500. Мы уже посмотрели за 100, это невероятно. Давайте, давайте, может, что-то нормальное уже будет. Отлично. Ян, 25 лет. Актер. Мечтает о главной роли в кино. Ироничен. Не понимает, почему люди обижаются на его степ. Считает, что после 27 девушка уже не способна справиться со своими тараканами. Я его хочу выбрать. Я его выбираю. Идеально. Я тоже выбираю. Я тоже играю. Что? Вы что, с ума сошли? Что он несет? После 25 какие-то тараканы, чего-то он там выбрать не может. Стебать он собирается на всех. В этой студии могу стебать только я, поэтому я его не выбираю. Мечтать не вредно. Мышечка. Это реальность. Сколько, сколько тебе лет стебать она собирается? 20 лет стебать она собирается. Ну, пусть выходит. Посмотрим, кто кого. Я оценил себя в 500 баллов, поскольку я считаю, что... Судя, опять же, по реакции девушек, по предыдущим претендентам, я единственный мужчина, который сюда пришел реально за своей девушкой. Ну что, смотрел, в принципе, интересно, люди собрались. Как мне сказали, что мне нужно пойти сюда и выбрать себе одну из вас девушек? Что это ты выбираешь? Да, конечно, да. Это мы тебя выбираем, дорогой. А что, серьезно, меня обманули, что ли? Да. Господи. Ну ладно, давайте посмотрим. По-моему, он слишком себя любит. Я не кончурую. Это произойдется, ты вроде как стебать любишь людей. Ну давай, 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 посмотрим. Ну, вначале, в принципе, я готов бы вам был продемонстрировать свои вокальные данные, потому что я занимаюсь вокалом, учусь петь и учусь немножко стендапу. Интересно посмотреть. Не-не-не-не, вот хватит, хватит. Сейчас все убегут, пресс покажи хотя бы, там мышцы, ну хоть что-нибудь. Ну, слушай, я не готовился, прям так сразу же обнажаться. С пением как-то, ну ничего страшного. Что со стендапом? У меня аж уши чуть не завяли. Ну, стендап у меня только начинающий, но... Так, мне сосочками крутить не надо, ты мышцы покажи. Я не готов твои сосочки крутить, что так сразу? Не, мои крутить не надо, свои, нет, не крути свои, господи, просто покажи. Так, покажи пресс просто. Вот так вот. Да, да, вот так. Скажи, пожалуйста, ты сказал, что ты хочешь быть актером, он слишком себя любит. Что ты для этого делаешь? Блин, надо было выбрать тебя, девочки. Учусь, 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 я стараюсь, смотрю, выбираю. А самое главное, наблюдаю прямо сейчас за всеми вами. Ну и что же можешь сказать? А мне нравится, я повышаю ставку. Я повышаю. Я повышаю. И я повышаю. Что такое? Ой, можно спину посмотреть? Спину, конечно, конечно. Не-не-не, подними, мне нравится вот волосатая мужская спина. Так, волос там нет, это обидно. Удиви нас. Ну, я даже не знаю, чем я могу удивить. Покажи что-нибудь жаркое, интересное. Жаркое. По-моему, он сексуально запущен. Вау, вау, вау. Я пас. Ой. Он слишком себя любит. То есть ты просто неуверенная в себе, да? А я беру. Вабанк. Я пас. Пас. Идеальная пара. Молодец. Молодец, ты не прогадал. Молодец, конечно, она выбрала себе. Ну, я просто считаю, что она единственная девушка, которая реально уверена в себе после нее со всеми остальными. Они вроде бы симпатичные, конечно, но вот, судя по ним, они как-то не уверены в себе, потому что сильного мужчину выдержит, в принципе, не каждая девушка. Прям в человеке, наверное, увидела себя. Тоже актер, я тоже учусь на актрису. Вот, мне это очень интересно, суперактивный. Мы сейчас тоже с ним общались. Такой юмористичный парень. Я очень довольна. Я думаю, мы с Алиной для начала пообщаемся, хорошо узнаем друг друга получше, уже потом посмотрим. Сложно прям так сказать, сложится ли наше дальнейшее общение с Яном. Но в любом случае, общаться мы будем. Будем узнавать друг друга ближе, больше. Вот. Блин, мне так жалко вообще. Вот вообще она недостойна его. Ну что это такое? А по-моему, они смотрятся очень хорошо. Отлично, ничего они не смотрятся. Да, да, да. Просто тебе не повезло. С юмором. Да я просто... Просто ты лоханулась, признайся. Ты лошара, признайся в этом себе. Да, я признаюсь, я лоханулась. Но она его недостойна. Недостойна она? Ты ее вообще не знаешь. Так, заткнулись девочки. Ждем новую девочку и новых парней. Только вот затыкать нас не нужно. Я тебе не советую. У тебя это слабо получается. Девочки, потише. А в студии появляется следующая участница. Елена. 20 лет. Верит в любовь с первого взгляда. Ищет красавчика, способного ее удивить. Знаю, как вы встречаете новых девочек, поэтому я даже слушать вас не хочу. Мы тебя тоже слушать не особо хотим. Давайте, парни, посмотрим. Согласна. Ну что, сыграем на 100, может быть? Да, давайте. Давайте посмотрим, кто за 100. Я хочу за 300. А мы хотим за 100. Нет, нет, нет. Мы играем на 100. Мы хотим за 100. Мы уже выбрали. Девочка с короткими ногами будет сидеть и молчать. Сергей. 20 лет. Модель. В жизни увлекается и модой, и спортом, и кино, и автомобилями. Теряет голову от дерзких и разносторонне развитых девушек. Я его посмотрю. Нравится он мне. Классный, дерзкий, уверенный в себе. Я его посмотрю. А я, пожалуй, сыграю. Посмотрим, кем она кажется. Я в игре. Так как я тоже очень люблю автомобили. И мне кажется, мы с ним... Томатный сок. А ты-то куда лезешь? Модель и девочка с короткими ногами. Будет очень хорошо смотреться. Да, 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 да. Ты его в пупок будешь целовать. Ну, где он наш красавчик-то? Не знаю. Да. 20 лет. Ну, посмотрим. Я оценил себя в 100 баллов, потому что не захотел заранее завышать свою оценку. И хотел, чтобы меня, девушки, объективно оценили. Но нет, это не мое. Я пас. Я, пожалуй, пас. 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 Ну, вы, как бы, дурочки. Зря вот так. Давай, давай, иди. Забирай его. Забирай, забирай. Томатный сок и огурец. Пока. Пришла, увидела, победила. Пойдем. Да, уж с такой моделью только побежать. Мне кажется, у них один парикмахер. Я думаю, у них будет фруктовый сад. Просто огурец и томат. Классная парочка. Когда только выходил на импровизированный подиум, я сразу заметил Лену и понял, что у нас, возможно, с ней будет взаимная симпатия. И подумал, что это моя девушка, которую я искал. Он высокий, симпатичный. Я очень люблю таких мужчин. Я считаю, что Лена меня оценила по достоинству. И ей приглянулся я как парень. В первую очередь, как по внешности. И у нас с ней была взаимная симпатия. Поэтому считаю, что она сделала правильный выбор. Я думаю, что у нас с Сережей дальнейшее будущее сложится. После участия в шоу все будет супер. В борьбу за парней вступает еще одна красотка. Екатерина, 17 лет. Юна, мила, наивна. В ожидании принца на белом коне. Давайте уже парней выбирать. Давайте. Девочки, давайте играть за сто. Посмотрим, кто еще остался. Может, кто-то достойный. Давайте за сто. Будем надеяться. Вадим, 27 лет. С Северного Кавказа. Поэтому горяч и страстен. Не представляет жизнь без музыки. Ищет утонченную и неординарную натуру. О, это про меня. Нравится мне горячий Северный Кавказ. Прям все, что надо. Я в игре. А я, наоборот, не люблю кавказцев. Мне кажется, они какие-то неадекватные. Я пас. И я вас поддерживаю. Мне очень нравятся их черты. Ах, я выбираю. Я посмотрю. Я красивый, харизматичный. И я могу очаровать любую девушку. И найти ключ к любому женскому сердцу. Я не работаю. Живу как хочу свободно. Езжаю, разъезжаю. Читаю философию, слушаю музыку. Ой, ну не знаю. Не работает, ничем не занимается. Мне это не нравится. Я могу тебе дать себя. Этого достаточно. Ой, нет. Я пас. Извини. А я тебя выбираю. Ты мне понравился. Я буду с тобой рядом такой милой крошкой. Да. А вы тут очки. И голодной. Как раз похудеешь. Будет зарабатывать вообще-то. Удачи. Пока-пока. Ну, пока-пока. Я думаю, что Балина выбрала меня, потому что во мне есть искорка свободы. Свободы не в том смысле, как принято в обществе, а в том смысле, что я человек открытых взглядов. Я могу выражать то, что думаю, то, что чувствую свободно. Когда мы вышли из Света Софитов, я понял, что она ограниченная в уме. Самое главное, девушка должна быть умная. Я посоветовал ей почитать книжек, ну и затем она обиделась, и наши пути как-то разошлись. Жалко, конечно. Неплохая девчонка, но книжки тоже надо читать. Ну, я-то одна не останусь точно, девчонки. Приду еще. Ну, а вам удачи. Тебе тоже удачи. Тебе тоже. Кого выбирать? Один маленький, второй не зарабатывает. Денег нет, ничего нет. Один на татуированный весь стреляет глазками, на всех смотрит. Зачем мне такой мужик нужен? Я хочу нормального, хорошего, обеспеченного, взрослого, который вот джентльмен, знает, как себя вести с дамой. Ну, здесь таких не было, к сожалению. Я бы еще раз пришла на программу, потому что это новый опыт, и каждый раз всегда новые участники. И почему бы и нет, не попадать еще раз в счастье. Я хотела найти спортивного, классного, высокого парня. В итоге, нет, такого вообще не оказалось. Ну, там один был, типа спортсмен, но совсем не мое. Я пришла на программу почти в конце, и остался один парень. Ну, в принципе, он мне не понравился вообще. Он, может быть, и хороший, но мне нравятся другие. Потому что он какой-то странный.